Привет, друзья! Вы на канале Climate Change. Перед просмотром выпуска хотел бы сказать спасибо каждому, кто искренне поддерживает наш канал. Для нас это очень ценно. И сейчас, когда алгоритмы в ютубе поменялись и просмотры резко упали, каждый ваш лайк и комментарий будет помогать в продвижении канала. Всем спасибо за внимание! Пожар на Канарских островах вызвал эвакуацию 300 человек. В муниципалитете Гарафия на острове Ла Пальма, входящего в Канарский архипелаг, с пятницы бушует крупный пожар. Свои дома были вынуждены покинуть 300 человек. На кадрах, опубликованных Управлением по чрезвычайным ситуациям, видны работы по тушению пожара в субботу вечером. В операции по пожаротушению в воскресенье приняли участие около 400 наземных военнослужащих при поддержке 11 вертолетов и самолетов. Пожар, который находится в состоянии локализации, охватил территорию площадью 1200 гектаров. Уничтожены в частности 800 гектаров кустарников и соснового леса. Причины возгорания пока неизвестны. По состоянию на вторник в районе все еще сохранялся второй уровень опасности. Пожарный персонал продолжает работать по периметру пожара и выполнять задачи наблюдения. Природные пожары в Калифорнии, уничтожены 1200 зданий, погибли 7 человек. Калифорнийские пожарные наконец-то добились прогресса в сдерживании крупнейших лесных пожаров в истории штата. За последнюю неделю в Калифорнии произошло более 600 пожаров. Возгорания выжгли территорию размером почти с Делавер, вынудили десятки тысяч людей покинуть свои дома, разрушили более 1200 зданий и стали причиной гибели по меньшей мере 7 человек. Группа пожаров под названием LNU Lightning Complex в округах Напа, Санама и Солана по состоянию на ночь понедельника охватили почти 142 тысячи гектаров, площадь намного больше, чем Лос-Анджелес. Удалось сдержать до 25% огня. Сгорели по меньшей мере 908 строений, 248 других были повреждены. Пожарные предупредили, что из-за ветра и возможных сухих гроз огонь будет разрастаться. По состоянию на понедельник под угрозой находилось более 30 тысяч строений. Еще одна группа пожаров в округах San Mateo и Santa Cruz, получившая название CZU Lightning Complex, по состоянию на ночь понедельника охватила площадь почти в 32 тысячи гектаров и была сдержана на 13%. Пламя угрожало более чем 20 тысячам строений, 276 построек были разрушены. Третья группа пожаров, названная SCU Lightning Complex, бушующих в пяти округах, охватила площадь в 145 тысяч гектаров. Удалось локализовать до 15% огня. В понедельник более 20 тысяч строений все еще находились под угрозой растущего пожара, уничтожено 17 строений. Итальянский город Верона после шторма ушел под воду. Губернатор области Венета Лука Дзайя подписал приказ о чрезвычайном положении после того, как на город Верона на севере Италии обрушился шторм, сопровождающийся градом и мощным ветром. Улицы превратились в реки, сильный ветер повалил более 500 деревьев. В службы экстренной помощи поступило более 220 вызовов, но сообщений о травмах не поступало. Шторм также нанес значительный ущерб провинциям Веченца и Падуя и вызвал оползни в Кортине. Мэр Вероны Федерико Сбуарина на своей странице в Facebook сообщил о ветре, дожде и граде необычайных масштабов. Впечатляющие фото и видео в социальных сетях демонстрируют, как люди, застегнутые непогодой на улице врасплох, вынуждены спасаться, продвигаясь в воде с градом по грудь. В Техасе эвакуируют более 300 тысяч человек из-за тропического шторма Лора. В восточной части Техаса, в округах Джефферсон с населением 250 тысяч человек и Орэндж с населением 83 тысячи человек, действие приказа об эвакуации касается всех жителей. Тысячи жителей Техаса и Луизианы уже были готовыми к ухудшению погодных условий из-за тропического шторма Марка, но официальные лица в понедельник обратили внимание на потенциально более серьезную угрозу от Лоры. Тропический шторм Лора, согласно последним данным, унес жизни по меньшей мере 11 человек в Карибском бассейне и может быстро перерасти в ураган в Мексиканском заливе. Лора на этой неделе может принести значительную угрозу штормовых нагонов, сильных ветров и ливневых дождей для некоторых прибрежных районов. Губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс сообщил, что надеется, что жители штата не ослабят бдительность, поскольку Марка оказался не таким сильным, как ожидалось. Эдвардс объявил чрезвычайное положение в Луизиане в пятницу вечером. Губернатор Техаса Грет Эббот заранее объявил о чрезвычайной ситуации для 23 округов преддверии штормов Марка и Лора. Многие школьные округа объявляют, что они будут закрыты до конца недели. В Луизиане официальные лица объявили обязательную эвакуацию в воскресенье для нескольких общин вдоль береговой линии штата. В Мексиканском заливе компании эвакуировали рабочих с более чем 100 морских нефтегазовых платформ. На севере Таиланда от наводнений пострадали около 40 тысяч человек. Обширные районы на севере Таиланда с 20 августа пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями. Погиб по меньшей мере один человек. Тайский метеорологический департамент сообщает, что в Пхре, столице одноименной провинции, было зафиксировано около 240 миллиметров осадков за 24 часа до 22 августа. Несколько рек вышли из берегов, затопив прилегающие районы. Ведомство по ликвидации последствий стихийных бедствий Таиланда сообщает, что всего от наводнений пострадали 382 деревни в 25 округах 8 провинций. Повреждены тысячи домов и посевов. Пострадали почти 40 тысяч человек и свыше 1 тысячи жителей были эвакуированы. Ранее в этом месяце северные районы Таиланда пострадали от тропического шторма Синлаку. Наводнения на юго-западе Камеруна привели к эвакуации сотен людей. Мощный ливень вызвал наводнения в городе Дуала и прилегающих районах прибрежного региона на юго-западе Камеруна. В Дуале, экономической столице страны, под воду ушли дороги, были повреждены мосты, что привело к массовым нарушениям движения транспорта. Значительный материальный ущерб также был причинен сотням домов. Местные власти сообщили, что из-за наводнений были эвакуированы около 9 сотен семей. По данным ООН, в результате проливных дождей в конце июля более 5000 человек на севере Камеруна столкнулись с наводнениями. Друзья, спасибо большое за просмотр выпуска. Пожалуйста, расскажите в комментариях о погоде в вашей местности и не забудьте подписаться на наш канал. До скорой встречи!